Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на канале Швейный Советник. Сегодняшнее видео о материалах, которые используются для пошива белья. Давно в комментариях под отдельными видео по шитью белья, которые есть на канале, меня просили обо всем этом рассказать. Для этого обзора мне хотелось найти такой магазин, чтобы можно было купить в одном месте и кружево, и фурнитуру, чтобы это было все подобрано по цвету и было хорошего качества. Наконец, я нашла такой магазин. Это моя очень удачная покупка в магазине Феллиса Мерлетта. Ссылочку на этот магазин я прикреплю в описании под видео, и на примере этой покупки подробно расскажу обо всех материалах, и на что обращать внимание при выборе, а также какие подводные камни вас могут ожидать при посещении подобных интернет-магазинов. Хочу рубрику о пошиве белья сделать на своем канале постоянной. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, насколько для вас эта тема будет интересна и востребована. Я занимаюсь пошивом белья уже около трех лет, и это очень интересно и выгодно, даже если шьешь только для себя. Мне не интересно повторять одни и те же модели в разных вариантах бесконечное количество раз. Я люблю пробовать что-то новое, поэтому мне интересно пробовать новые материалы, пробовать новые системы конструирования, новые способы моделирования, и всем этим я хотела бы с вами поделиться. Видео у меня получилось, как обычно, длинным и очень подробным, поэтому я разделила его на две части. В первой части видео подробно рассмотрим подборку вот этих материалов. Во второй части видео подборку этих материалов, а также бельевой поролон. Для того, чтобы вам удобнее было смотреть, в описании под этим видео я оставлю тайм-код. Там будет написано время, и какой раздел видео начинается с этого времени. Вы просто кликаете на время и попадаете в тот раздел видео, который вам будет интересен. Все видео на канале, которые посвящены пошиву белья, вы также можете найти по хэштегу. В описании под видео вы увидите слово, оно светится голубым, там будет решетка, и написано ше-эс, нижнее подчеркивание, шьем белье. При клике на это слово, оно называется хэштег, вы попадете в раздел, где находятся все видео по пошиву белья на моем канале. Также все видео по пошиву белья находятся в отдельном плейлисте, и ссылку на этот плейлист я также размещу в описании. А теперь приступаем к разбору. Покупку свою я, конечно, уже распаковала, удержаться я не могла. Мне очень хотелось посмотреть, насколько то, что я подобрала, в реальности соответствует моим ожиданиям. Здесь у меня материалы на два комплекта белья. Поролончик отложим отдельно. Это один комплект. О сеточках я расскажу отдельно. Это второй комплект. Итак, давайте обо всем по порядку. Что же я купила для того, чтобы сшить два комплекта белья. Это название группы «Фелис и Мерлетто». Надеюсь, что я не ошиблась в произношении. Переводится это как «Счастливая кружева». Давайте посмотрим, насколько то, что я купила, будет для меня счастливым. Это эластичное кружево. Это корсетная сетка. А вот здесь боль-боль резинки. Как всегда, сложно подбирать в комплект к туннельной ленте, к застежкам. Не хочется же, чтобы бюстгальтер выглядел как костюм циркового клоуна, когда кружева одного цвета, резинки другого оттенка, застежка третьего оттенка. Вот сейчас я посмотрю, насколько здесь все соответствует. Конечно, подбирать по интернету, по картинкам очень сложно. Приходится надеяться на вкус и чувство цвета владельца группы или менеджера, который там оформляет покупки. Но в данном случае, смотрите, вообще идеальное попадание. Тоннель, резинка для укрепления края кружева, застежка. Тоже сейчас достану, приложу, потому что тоже подобрать застежку по тону, подходящую идеально, не так-то просто. Да, смотрите, все вообще класс. Это удачная покупка, скажу вам сразу. Потому что получала я разнобой, разнотом, неизвестно что, неизвестно как собранное. Но здесь вот прям я довольна. Вся эта груда материалов, это необходимый минимум для пошива бюстгальтера и трусиков. Микрофибра, сетка, это приятное дополнение. Но вот что нам нужно, без чего мы вообще не обойдемся. Давайте обо всем по порядку. Начнем с кружева. Когда я подбираю кружево, я ориентируюсь на его ширину, на упругость, а также на равномерность структуры. Но здесь еще приятный бонус, это разница фактур. Сейчас я по порядку обо всем расскажу. Обычно кружева уже 16 сантиметров я не покупаю. 14 это самый минимум-минимум. Это если речь идет чисто о кружевном белье. Если, конечно, вы планируете сочетать с какими-то другими материалами, тогда можно и более узкое кружево использовать. Но я как-то так приспособилась, что вот от 14, а оптимально от 16, и то бесконечности. Бывают кружева и 35 сантиметров шириной, там вообще расход будет очень небольшой. Смотрите, кружево это эластичное, но оно плотное и упругое. Несмотря на то, что структура сетчатая, но вот при растяжении оно достаточно плотное. Естественно, что по картинкам вы это никак не проверите. Эти данные нужно запрашивать в магазине, чтобы вам померили растяжимость. Если в таком простом вопросе, как замерить растяжимость кружева, в магазине это сделать затрудняется, ну, я не знаю, я бы подумала, а покупать что-то в этом магазине. Потому что, значит, они вообще не в курсе, чем они торгуют. Потому что это очень важный показатель. По нему мы фактически редуцируем выкройку, например, трусиков. То есть растяжимость мы всегда должны знать. Здесь равномерная сетчатая структура. Значит, в процессе обработки у нас получатся красивые равномерные швы. Рисунок у этого кружева достаточно фактурный. По поверхности идет такой матовый застил. И сами элементы рисунка, они выглядят как бархатные. Вот, посмотрите, как это выглядит на теле. Вроде бы однотонное, но оно смотрится дорого. По цене оно недорогое, но вот изделия, сшитые из этого кружева, будут выглядеть дорого. По количеству у меня здесь 2 метра кружева я брала на комплект. Но у меня же есть микрофибра. И я могу вполне сочинить второй комплект, сочетая кружева с микрофиброй. Они не одинаковы по цвету, но они очень хорошо сочетаются. Буду рассказывать про микрофибру, приложу, покажу, как это все будет выглядеть. Если мы шьем бюстгальтер и чашку делаем из эластичного кружева, нам необходимо либо укреплять чашку поролоном, либо укреплять чашку корсетной сеткой. Также корсетная сетка нам нужна для укрепления стана, центральной его части или всего стана. Подобрать корсетную сетку в цвет удается далеко не всегда. На случай, если не попадаем в цвет, у нас есть палочка-выручалочка, и это корсетная сетка бежевого цвета. Бежевую сеточку я брала для другого комплекта, но в сравнении я вам покажу. То есть бежевый и серебристый пион – это самые универсальные оттенки, которые, в принципе, могут подойти под любое кружево. Потому что они у нас под цвет тела, и фактически они с телом сливаются. Конечно, сейчас на светлом фоне сочетания выглядят не очень, но смотрите, на теле. Видите, сетка вообще растворилась. Обычно базовые цвета корсетной сетки – серебристый пион, холодный беж, такой светлый беж, я покупаю, ну, где-то по полметра точно, потому что расходуется она быстро. Но если у вас есть базовые вот эти нейтральные цвета, вам вообще можно не задумываться, какой корсетной сеткой укрепить чашку и стан. Давайте сразу два слова о сетках. Сетки по плотности тоже бывают разные. Вот это мягче, вот это более плотное. Они называются бельевая сетка, мягкая корсетная сетка, просто корсетная сетка. По фотографии плотность мы определить никак не можем. То есть нам приходится, опять же, надеяться на рекомендации продавцов из магазина. Важный нюанс, что эта сетка не тянется, но она имеет определенную податливость в одном из направлений. Если мы посмотрим, вот, например, эту мягкую сетку поперек петельных столбиков, она имеет податливость, а вдоль кромки она абсолютно стабильна. Это важно, когда мы будем детали чашечки кроить. Для этой более жесткой сетки оба направления являются стабильными. Вот смотрите, одна сеточка отрезана длинной стороной по кромке, а вторая сеточка отрезана короткой стороной по кромке. Вот мне, честно говоря, больше вот такая нарезка нравится, потому что вот так идет долевая, и так выгоднее выкладывать детали. На сеточке отрезаны таким образом, мы детали будем выкладывать, и часто вот тут вот полоса остается ни туда, ни сюда. Значит, больше выпадов. Ну, это такие практические замечания уже из личного опыта. Что еще можно сказать о сетке? Она с одной стороны чуть более матовая, с другой стороны чуть более блестящая. В качестве лицевой мы можем выбирать любую сторону, но важно, чтобы это была одна и та же сторона для всех деталей чашки, чтобы у нас чашка тоже не получилась пестрая. Давайте еще раз уложу кружево на сеточку. Но вот это сочетание, кроме как идеальное, у меня других слов не находится. Правда, мне очень нравится, как мне все подобрали. Теперь давайте о резиночках. С резиночками всегда большая путаница. Резинок существует огромное количество разновидностей. Есть резиночки отделочные, а есть резиночки каркасные, которые нам нужны именно для бюстгальтера, чтобы обеспечивать поддержку. Ну, самое, наверное, однозначное – это бретельная резинка. Она упругая. В бюстгальтере у нее очень ответственная функция. Хоть и говорят, что бретели нам обеспечивают всего лишь до 20% поддержки, но если эта резинка будет хлипкая, она даже 20% не обеспечит. Она растянется моментально, и чашка у нас прилегать как нужно не будет. Это у меня бретель шириной 15 мм. Независимо от ее внешнего вида, внутренняя сторона у нас всегда идет бархатистая. Внешняя может быть разная. Она может быть с блеском, она может быть матовая, гладкая с рисунком. Это уже как нам повезет и что мы нашли. Фурнитура должна точно соответствовать размеру бретеля. То есть нельзя купить бретель на 15 мм, а кольца и регуляторы на 10 мм. Они должны точно соответствовать. Когда мы надеваем регулятор на бретель, она не должна внутри сворачиваться, но также не должно быть зазора вот здесь вот, между границей регулятора и бретелью. Если этот зазор есть, регулятор нормально держаться не будет, он будет съезжать. Если регулятор мал и бретель внутри там вот так сворачивается, это будет раздражать и натирать, будет некомфортно. То есть на это тоже нужно обращать внимание и спрашивать, чтобы точно соответствовал диаметр фурнитуры ширине бретельки. То же самое касается и колец. Но с кольцами не так критично, конечно. Если колец подходящего цвета вы не находите, можно взять двойной комплект регуляторов. На больших размерах, когда кольца тоже имеют достаточно большой диаметр, не всегда они смотрятся красиво. Чаще красивее бывает поставить именно второй регулятор. Тогда мы его укрепляем за одну сторону рамочки. Например, здесь у нас крепится чашечка, а эта часть у нас крепится к бретели. В этом случае все также подобрано идеально. Здесь нет зазора, здесь бретель не сворачивается. По ширине точное соответствие. Еще один плюсик этому магазинчику. Тоннель. Вот это вариант тоннельной тесьмы прошитой. Если тоннелька прошита с двух сторон, сверху и снизу, она не такая пластичная, она больше идет на стан бюстгальтера или куда-то на корсеты. Для бюстгальтеров нам нужна либо спаянная, либо прошитая с одной стороны. У нее есть также лицевая сторона и изнаночная сторона. Изготавливают тоннель из специального ворсового трикотажа и прошивают на машине цепного стежка. То есть с одной стороны здесь идут стежки, а с другой стороны здесь идут петельки. То есть шов выглядит как цепной шов, выполненный на распошивальной машине. По цвету ничего плохого сказать не могу. Все замечательно подобрано. Даже вот посмотрите, ворсовая часть застежки и тоннелька, они точно соответствуют по цвету. И также точно по цвету соответствуют корсетной сетке. То есть это подборка вообще в одном цвете. Резинки. Здесь у меня три варианта резинки. Эту я взяла для стана бюстгальтера. Она шириной без фистонов 10 мм. С фистонами 12 мм. Тоже этот момент уточняйте в магазинах. Они пишут ширину резинки. И надо спрашивать, это с учетом фистонов или без учета фистонов. Вот на стан бюстгальтера меньше 10 мм ставить резинку не нужно. 10 это прям минимум-минимум. Лучше взять 12, 15, 20. 20, конечно, это уже на большие размеры. Там у пояса должна быть поддержка просто железобетонная. Поэтому резиночку на низ стана. И пояса лучше поставить пошире. Это резинка бархатистая с двух сторон. Фистоны у нее также выглядят одинаково с двух сторон. То есть где у нее лицо, где у нее изнанка, сказать сложно. Хотя нет, вот по этому краю резинки здесь все-таки блеска больше. С этой стороны он такой более матовый. То есть лицо у нее все-таки будет вот с этой стороны. Почему на это обращаем внимание? Чтобы пришили мы ее одинаково. Если выбрали, например, вот сторону, которая с блеском, значит на всех срезах она должна быть таким образом пришита. Это нюансы, но это такие нюансы, которые подчеркивают, что вы понимаете вообще, что вы делаете и тщательно изучаете те материалы, которыми пользуетесь. Вот этот вариант резиночки. Она тоненькая. Ширина ее, без учета фистона, составляет 6 миллиметров. И вот ее я взяла на трусики. Можно на небольших размерах ставить ее по верхнему срезу пояса и по проймам. На небольших только. На больших не нужно этого делать. Она не держит большие размеры. Для трусиков самое то, что надо. Можно и вырез по ножке обрабатывать, и на верхний срез трусиков ставить. Она также бархатистая с двух сторон. Также нужно попытаться найти у нее отличия, понять, есть ли у нее лицо и изнанка. И третья резиночка – это для укрепления края кружева. Также ее можно использовать и на пояс трусиков. То есть вот эта резинка нам придаст еще определенную декоративность краю. А вот эта резиночка просто, она скромно будет выполнять свою укрепляющую и поддерживающую функцию. По ширине она чуть уже. Давайте посмотрим, как она с кружевом у нас сочетается, раз она для укрепления его края. Ну, вообще идеально все подобранно. Смотрите, ее не видно. Вообще не видно. Она по цвету сливается. Если резинку для укрепления кружева мы не находим, у нас есть палочка-выручалочка. Называется она «Силиконовая тесьма». Нас она интересует шириной от 4 до 6 мм. Меньше 4 мм в продаже я не видела, а больше 6 мм она идет более плотная и в изделии смотрится грубовато. То есть если у нас нет подобранной по цвету резинки для укрепления края кружева, мы можем ставить силикон. Вот ее вообще не видно. Есть, конечно, определенные нюансы по работе с этой силиконовой тесьмой. К ней надо приспособиться. Надо машиночку свою приучить, чтобы она хорошо пришивала и шов по этой ленте не плавал. Но это мы уже будем обсуждать, когда будем шить. Пока просто знайте, что такое есть. И это может нас выручить в сложных случаях подбора цвета. Еще я купила боковые кости для бюстгальтера. Здесь два варианта длины. Короткие 50 мм, длинные 90 мм. Вот эти кости хорошего качества. У них такая плотная пластмасса, то есть они вот упругие, нехлипкие. Гладенькие закругленные концы. О качестве этих костей также по картинкам вы заключение для себя не сделаете. Нужно запрашивать продавца и спрашивать, каковы они по плотности. Встречаются кости, которые вообще хлипкие-хлипкие. То есть они в бюстгальтере даже на маленьких размерах начинают на боку вот так выворачиваться. Быстро деформируются под действием тепла тела. И, конечно, выглядит это все не очень хорошо. Но вот эти мне по качеству кости прям понравились. Хорошее качество. Если в процессе изготовления бюстгальтера окажется, что нам нужно косточку подрезать, мы просто берем ножнички, срезаем столько, сколько нам нужно. Концы закругляем, обрабатываем пилочкой. И потом чуть подплавляем на открытом огне. Этот кончик становится гладенький. То есть это вообще не проблема. Что еще важно при подборе боковых костей, это их ширина и как они с тоннелькой у нас дружат или не дружат. Вот эти кости легко вставляются. И справа и слева от кости остается немного свободного пространства. Но с одной стороны здесь у нас есть строчка. То есть когда мы будем тоннель пришивать, мы воспользуемся ранее проложенной строчкой. А с другой стороны нам как-то надо здесь этот запас создать для того, чтобы в пришитую тоннель эта кость все-таки у нас влезла. Если мы покупаем специальные бельевые кости для бюстгальтеров, то это все рассчитано. То есть ширина тоннеля и ширина кости, они соответствуют друг другу. Ширина этой кости у нас 5 мм. Толщина около 1,5 мм. Если таких нет, или есть только короткие, а вам нужны длинные, нас могут выручить пластиковые кости для корсетов. Я их покупаю подлиннее. Вот эти кости у меня длиной 25 см. Просто отрезаю нужный мне кусочек. По срезу сначала делаю закругление ножницами, потом обрабатываю пилочкой, убираю заусенцы, потом подплавляю на огне для того, чтобы они стали более гладенькие. Но обратите внимание, что по ширине эти кости отличаются. Это 5 мм, это 6 мм. И этот миллиметр может оказаться критическим при размещении кости в тоннеле. Да, эта кость в непришитую тоннель помещается. Но здесь вообще не остается места на шов. Здесь даже миллиметра нет. Поэтому, казалось бы, все померили, все влазит, все замечательно. На миллиметр пришили. И у нас все не влазит, либо влазит с огромным трудом, распирая тоннель. Вариант с китовым усом на метраж, он еще интереснее, потому что китовый ус на метраж, он имеет более круглое сечение, и он более широкий. У меня даже его нет, показать не могу, потому что я им не пользуюсь, он мне не нравится. У этой кости ширина 1,5 мм, у китового уса там побольше, он такой более выпуклой формы. Да, он также размещается в тоннеле, но там вообще просто без вариантов, места на шов не остается вообще. Поэтому по возможности находим специализированные материалы. Если нет, значит тогда можно на крайний случай воспользоваться вот этими материалами. Осталось нам обсудить застежку. Застежка здесь у меня на два крючка. Нам важно знать длину застежки и ширину застежки. В зависимости от ее параметров мы делаем корректировку выкройки. Застежку всегда измеряем вот в таком положении. То есть когда у нас застегнута она на последние крючки. И при построении выкройки пояс мы рассчитываем именно вот на такое положение застежки. Ширина этой застежки составляет 38 миллиметров. Это тоже нам нужно, чтобы рассчитывать ширину пояса в том месте, где пришивается застежка. Много я тут конечно понаговорила. У меня столько лежит всяких распаренных резинок. То есть широкая есть, узкая нет. Узкая есть, широкая нет. Застежка по цвету не подходит. Тоннель по цвету не подходит. Что от этой подборки я вообще просто в восторге. Здесь настолько все идеально сочетается. У меня уже все. У меня в голове уже 10 комплектов, которые я хочу из этого шить. И останется мне только выбрать, что же именно у нас будет в итоге. Значит смотрите, микрофибра. Раньше была вообще жутким дефицитом. Сейчас, слава богу, магазины, вот группы, торгующие тканями для белья, все больше и больше расширяют свой ассортимент. Микрофибра это, конечно, материал номер один для пошива белья. И хорошо, что сейчас ее стало так много. Я стараюсь подбирать микрофибру производства Lauma. Там с качеством все в порядке. То есть она не ведется, она пузырями не делается. Все там замечательно. И изделия из нее носятся очень хорошо. Здесь как раз микрофибра Lauma. Поэтому я абсолютно не сомневалась в ее качестве и взяла достаточно много. Микрофибру продают и на метраж, и кусками нарезанную. Ширина у нее обычно от 130 до 150 сантиметров. Плотность также надо запрашивать. Есть совсем тоненькая, 70 грамм на метр. Есть очень плотная для утягивающего белья. Даже я видела до 240 грамм на квадратный метр. Но 240 это прям уже вот упругая-упругая. Не знаю, насколько комфортно она будет в носке. Я такую еще ни разу не покупала. Вот эта микрофибра средняя по толщине. Здесь где-то 120-130 грамм на метр. Ну вот обычное бельевое, не знаю, белье из микрофибры наверняка есть у всех. Вы можете как бы по своим там изделиям посмотреть, какая плотность. Для маленьких размеров можно и потоньше взять. Для средних, ну вот это самая оптимальная плотность. Продают ее обычно кусками 75 на 50. Если, конечно, какие-то базовые цвета, здесь подход как с сетками. Можно взять большее количество. Ну, какие-то цветные, я не знаю, они потом повисают остатками. Ни подо что не подходят и скапливаются. То есть здесь вот я подбирала конкретно под кружево, чтобы все-таки по оттенку отличалось рисуночек, чтобы был лучше виден. Да, но в то же время, чтобы не было такого сильного разнобоя. У микрофибры, как правило, одна сторона матовая, вторая сторона с небольшим блеском. У нее идут петельные столбики во взаимно перпендикулярных направлениях. По одной стороне они идут вдоль кромки, по другой стороне они идут поперек кромки. Это обеспечивает ей высокие эластические свойства. Мы проверяем растяжимость. Там, где она более упругая, это направление мы и считаем направлением долевой. Ну вот конкретно для этой микрофибры, это я проверяю растяжимость перпендикулярно кромке, это растяжимость по кромке. Вот по кромке она более упругая, поэтому детали какие-то я буду кроить, учитывая долевую вдоль кромки. Здесь, как в обычных тканях, мы не присматриваемся, как идут нити, как идут петельные столбики. Здесь мы ориентируемся именно по растяжимости. И в качестве долевого мы выбираем более стабильное направление. О микрофибре пока все. Какие дальнейшие нюансы в работе с ней, это уже мы будем при пошиве изделий говорить. Если первая часть видео о материалах для белья вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход второй части по обзору вот этих материалов. С вами была Ольга. Всем ровных строчек и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok